Здесь чем? Какое решение? Решение было принято именами, а судом. Сегодня мы приняли для того, чтобы выслушать приговоры, доносить которые председательский сушевого пласта. Причины, по которым председательствующий принял решение все-таки выслушать по лицу страны защиты, дать возможность, как сказать, доказательств, неизвестны. О том, что у нас есть очень много доказательств, которые хотели представить как опровергающих доказательства обвинения, так и оправдывающих Алексея Николаевича, предъявленного обвинения, мы пытались представить на предыдущих судебных населениях. Но, к сожалению, наши права были нарушены фактически, о чем мы заявляли, пытались заявлять отвод, даже по отводе нам от газа и так далее. Поэтому председательщики не решили. Алексей говорит с вами сегодня, что он умеет дать показания. Да, это удаловлетворение судебных? Алексей Николаевич пытался во вторник дать показания, то есть мы когда-то седобными, ему не дали возможности, поэтому все, что произошло 28 мая 2017 года, Алексей Николаевич рассказал в премию, что было основанием для возобновления судебных следствий. Так, что он рассказал в новом факте, в котором судебные следствия. То есть у нас он представлял возобновление своей речи и письменные приятельства, но они, к сожалению, не были приобщены. Поэтому доказание как доказательств, он еще не налажен. Но рассказал обо всем этом еще в прошлом предыдущем. Сегодня мы еще раз перед этим увидимся. А сейчас, кроме дальнейших действий, когда занялось, а в рецепрении, правильно? Конечно. Сначала будут исследованы все доказательства, которые мы собирались представить. Сейчас мы оглашаем второй том, еще один том, письменные документы, которые содержатся в деле, которые не были в том, что мы прокурор. После этого мы будем представлять письменные документы, которые мы собрали по благодатским запросам, по осознанным и так далее. Идут заявлены отказательств на признание доказательства, и мы не пустим после этого. Но это что-то не хорошо. Вы сейчас можете, я думаю, что все заинтересовало? Да, заинтересовало. У нас имеется документ, рапорт Кривейского участкового, в котором написано, что Алексей Николаевич не записался, с соседей в аджественной России жалобы не было, и поведение этого, да, предварительное, так как никак и председательного участкового пункта нет. 29 мая в Белом запрещено рапорт «Карактеристики участкового», где-то написано, что Алексею Николаевичу жалобы и соседи, и область в муку скупали, потому что он ведется на полуку с лицом и так далее. Те ложные сведения, которые называют «Карактеристики», к сожалению, стали основанием его заключения пострадок. Мною были также опрошены все соседи абсолютно в руку, либо кто-то его не знает, либо те, кто знает, они были опрошены в суде, и предварительное положение о никаких вызовах полиции, речи не шла. Это один документ и объяснение. И документ из кредитного учреждения о том, что на посту в записи 107 работал банкомат, через который не рекомендовал киоск, через который оплачивается штраф. Тем самым мы опровергаем и показаниям потерпевшего, и показаниям единственного, якобы, гражданского свидетеля, который якобы все видел. А видел, он оказался там, потому что сшумеет, и пришел, пишет, он оплачивает штраф, и вот этот хвост не работал. У нас есть документ, что никаких сбоев не было, он работал, и в ночь с нуля часов до нуля тридцати производились оплаты. На видеозаписи, которая представлена в суд из поставки боевых, с камерой внутренней, в физическом инвестаре есть монтаж, вылезная, по 10 минут, по 3 минуты до конца. Скорее всего, это совпадает с теми оплатами, то есть для того, чтобы удалить свидетелей, которые там дополнительно приходят, чтобы их не могли согласить в суд, поэтому это монтажевое сделано. Потому что на съемке, которые были в суде, никто не оплачивает. А данные сгоды продолжают, что это оплаты. Все, хорошо, спасибо.